Би-мама Доброе утро, это Би-мама И мы с Димой едем покупать дом Сейчас половина скажет Миллионеры прятали миллионы в карманах На самом деле все намного проще Это не то чтобы совсем дом Это совсем крохотный модульный маленький домик На две маленькие комнатки И мы думаем поставить его в саду На нашей даче Так чтобы мы могли там ночевать спокойно И могли во второй комнатке работать И жить летом с детьми на даче Им там действительно будет лучше Они будут на свежем воздухе Молочко, яйца свеженькие У соседей можем заказывать Творожок, свежее мяско Наверное Это будет хорошо Потому что на море мы не поедем В любом случае Две недели на море И три месяца в деревне Наверное в деревне все-таки будет больше здоровья Я надеюсь Сейчас посмотрим с вами вместе домики Выберем Думаю, что мы сегодня даже определимся И даже его закажем Потому что я уже изучала этот вопрос несколько недель Собственно говоря, что буду дальше рассказывать Пошли смотреть Вот такой вот небольшой домик Он 6х3 Это дерево Внутри Вот смотрите Такая вот комнатка Но это маленькая Тут эту стенку можно двигать сколько надо А здесь еще спальня С двумя окнами Тут мышца нам не нужна кухня Нам нужен кабинет и спальня Кухня у нас есть в селе И есть где кушать Вы же видели Что думаешь? Ну хорошо, пахнет хорошо Деревом пахнет А они внутри тоже покрывают лаком Это можно сделать лаком Да, это все дерево Все деревянное Хорошенькое Хорошенькое Да, утеплено и потолок И пол Но я думаю На эту стенку точно Нам надо эта комнатка больше Потому что она кабинет Да, да, конечно Есть еще такие веранды к домикам Но нам ее некуда ставить У нас единственное, что может в сад Уместиться Это домик К сожалению Смотрите, все это производство В ангарах Мы пойдем посмотрим Еще большой трехкомнатный домик Ну как большой Ну вот такой Мы планируем, возможно, в будущем После нашей Повалять нашу глиняную старую хатку И поставить вот такой домик Вместо нее Как вам вообще? Потому что мне нравится Как для такого летнего жилья Очень, конечно, симпатично Здравствуйте Ну-ка Ого Какая комнатка хорошая Слушай, а ну так нормально, да? Да Вот это нормально И сколько получается размер Вот это Все есть и так Общая получается Ой, ой Сейчас наступлю Сейчас на что-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я не займусь Советуемся, пока с семьей Думаю, разговариваем Но другого варианта Нам переехать в село нет Нам негде там быть все вместе А так мы будем отдельно У нас будет своя спаленка Свой кабинет Все это будет в саду под яблоней Теоретически неплохо, правда же? Понятно, что это не капитальное жилье Но с другой стороны Как-то поставить дом Можно присобачить его К другому своему дому Можно перевезти Можно продать А на лето Это стоимость нашего отпуска В Испании А то зато три месяца Не знаю Думаем Туда-сюда, туда-сюда Сейчас будем разговаривать С дед Сережей Все Мы уже едем домой Дело осталось за малым Внести аванс И планировать Ну, либо еще оговорить Передать Гляньте, как красиво, правда Не могла вам не показать Едем по дороге Я знаю, для чего людям маски Прятать вторые подбородочки Которые мы понаедали За карантин А кто-то не наел А кто-то наел Красивенько, да? Я просто не вижу, честно Мы сегодня ходили, смотрели этот домик Я не вижу для нашей семьи Другого выхода Конечно Ну, не знаю Может, это покажется глупым Но если выбирать там Две с половиной недели в Испании Или все лето в деревне При других обстоятельствах Я выбрал бы Испанию Но Других обстоятельств нет Никто никуда не полетит В Украине сейчас Около 14 тысяч заболевших Но у нас каждый день Добавляется только по 500 человек Оказывается, потому что У нас нет возможности в стране Сделать больше 500 тестов Официальных По-моему, это просто какое-то Да, мне кажется Ну, в секунду я читала такую информацию Может, я ошибаюсь Кстати, по поводу Ты говоришь, выбирать Я хотела сказать то, что Авиасполучение не будут восстанавливать И никуда полететь не получится В любом случае А ехать в Одессу за космические деньги Ну да, это не очень интересно А в следующем году зато Мы сможем и куда-то полететь И провести еще оставшееся время в деревне Тоже хорошо Да, здесь жми И бабушек вывезти Это такая инвестиция на несколько лет Ну, лет 10 он простоит точно А то и больше он простоит Мы же за ним будем ухаживать Хочу в кадр А, ты не был в кадре? Нет, ты был в кадре Я вот так вот сделал? Да У меня бывает, да Потеряшка Я же не смотрю, что я тут снимаю Уронила Будь мужиком, завали горизонт Знаешь, не стреляйте в пианиста Он играет как умеет Блогер, занимай я к мужу Отстань Вот Так что это хорошая инвестиция И будут наши дети Оздоравливаться в этом году Ой, они очень хотят всего Они ноют каждый день На сельских хлебах В молоках и яйцах А как вы считаете? Что бы вы выбрали? Две с половиной недели Испании Или три месяца лета в деревне? Вот просто хорошее село Оно 80 километров 90 километров от Киева, да Но оно все заселено Если у моего отца село пустое Оно просто вымерло Там на пять хат осталось Огромное село То здесь чудесные ухоженные хатки Люди работают в Киевской области В Белой церкви и так далее Они прекрасно ездят Они все на машинах То есть и возле каждого Да, возле каждой хаты идешь Ты видишь, что все прям хозяева там такие То есть все отлично Магазин, в котором можно все купить И заказать то, чего там Тебе лень ехать куда-то в город Который там рядом с нами находится Электричество Интернет Интернет вообще прекрасно Из Белой церкви Сразу подключает И у нас на столбе висит шнурок То есть к нам просто в домик его дотяни Ну приедут служба, дотянет Мы же сами не будем тянуть вручную Короче, это я уговариваю себя Вы же понимаете, да Я вот так обсуждаю себе плюсы-плюсы Есть минусы Я не знаю Я не хотела об этом разговаривать Но уже я знаю, что многие писали И волновались Что с Колей и Колей покусали клещи И мы еще не знаем Чем это чревато Мы были у врачей Врачи единственное, что говорят Я просто думала не говорить А потом думаю, блин, время пройдет А возможно кому-то это здоровье спасет Умоляю вас Пересматривайте детей Каждый день Во все складочки с фонариком Как Любава говорит Все Потому что клещи залазят В самые укромные места Куда угодно Но у Коли была на пузике И за ушком И за ушком воспалились лимфоузлы Ну вот сейчас мы это все наблюдаем Но мы были у лучшего инфекциониста города Киева Если кому-то будет надо Я скажу контакт Ну дай бог, чтобы вам было не надо Это никак не лечится Если вдруг это порелиоз Ну как не лечится Заранее Он лечится потом антибиотиками Если вдруг это есть Если нам повезло И клещи были чистыми Значит все будет хорошо Но сейчас сумасшедший период клещей Сейчас взять белой тряпкой По траве где-то провести Особенно под деревьями Вы будете в ужасе Сколько их есть людей мало Активности меньше Клещей огромное количество Потому будьте очень аккуратны И себя осматривайте Тоже всегда переодевайтесь перед сном Вот так вот, ребятки Вот это меня очень пугает Этот нюанс Ну значит будем мы в 10 раз внимательнее Короче, что мы решили Вы узнаете совсем скоро А мы едем домой Все Я практически готова Накрасилась Сегодня буду просто с прямыми волосами Одену платье Я ужасно волнуюсь Потому что Во-первых, мы сегодня решили попеть Военные песни Дима за несколько часов выучил Как играть Их они сложно играют А петь их тоже очень сложно Потому что это песни Которые надо петь душой Нужно разрывать душу Они вызывают у меня слезы Только когда я думаю о них Поэтому я не знаю Надо как-то не разрыдаться Ну вы это уже видели в прямом эфире Мы пели в прямом эфире Две чудеснейшие песни Боже Которая степом Это для меня просто Песня моего сердца Именно это для меня Главная песня О той страшной войне Я надеюсь, вам понравилось Рабочее место готово Кстати, поставила Такую красоту Ребятки, смотрите Обожаю сирень Я себе ее поставила В кадр даже Все готово Дима там включает Дети мультик Я себе оставила Слова Потому что Я не помню Не помню Но буду бояться Переживать И этой песне Тоже слова оставила Одна минута Эфира Как это волнительно Степом 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 Ишли убег солдати Степом Степом Обрезать Аглого Мати Мати Волокола Хати Ана вкруг Димить село Степом Степом Розгулись Хармати Степом Степом Клекит Нароста Степом 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 Падают Солдати Ана вкруг Шумлять Жита Степом 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 Падают Солдати Ана вкруг Ана вкруг Шумлять Жита Степом Степом Поросли Поросли Березки Степом 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 Солдати Солдати Степом 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 С Тебом, С Тебом, людям жито жати, С Тебом, С Тебом, на льмахне крило. Мати, мати, жде свого солдата, А солдат спить вічним сном. Мати, мати, жде свого солдата, А солдат спить вічним сном. З перемогою на всіх! З перемогою! І мирного нам всім неба! Так у нас бюора. Вы чо стучите ребята? 9 часов. Мы раскапываем, у нас тут раскопки происходят... У нас уже нормально Truffur sneezко! Коля, что там? Это кост or noe . Да. Это не кость! Не может быть? А что это не кость? Это пц mane что-то? А как ты думаешь, что это такое, Коля? Я думаю это тріцераток. Ты думаешь? Я думала тіцето. Коля, точно третирует? Да. А почему ты так думаешь? Я думаю это так. Ну это важно, да. Мне будет неудобно. Это главное, Дим. Есть гипотеза такая? Да. А это гипотеза или предположение, Коль? Гипотеза. Гипотеза, Коля. Поля. Подождите. Дим, а у тебя в твоей 35 есть гипотеза? Можно. А у него в 3 есть. Можно тут. С 4, но я не хочу. Ой, а ты не хочешь? Нет. Ну в принципе, ну ладно. Я хочу... Это же Юля подарила. Юля, Лиза, смотрите. Зашло вот просто. Так это не читерство будет, если ты... Честно сказать, если им сильно надоест, я знаю, что делать. Надо брать. Я не могу, что это читерство. Смотри. Нет, не получается. Там что-то есть, смотри. Можно замочить и все. Все, но это неинтересно, правда? Нет, я молчу. Конечно же. Подождите, подождите. Давайте сделаем вот так. Дети с воображением, это прекрасно, ребята. Все хорошо? Да. А что там происходит, Коль? Там есть динозавры. О, боже. Здесь я топлю. О, а как он выглядит? Он выглядит задним и зубами у него готовы. А рога есть? Да. А на спине что у него? Тело такое. Просто тело? А на морде? А на морде ты кега. А, я все поняла. Ой, а тут роги вот я вижу, да? Боже, это смешно. Настя, ты крутая. Это звезд. Настя, ты крутая. Поездила. Ребята. Что? Видите, какой. Я думаю, что это точно трицератопс. Холенька, то, что Настя крутая, это и периодически, и потом. Напоминай, когда она будет взрослой, ей будет приятно в любом возрасте. Вот, иди, Коля. И папа, убери глаза. Чтобы я такая... Давай, пожалуйста, разбивай его. Опа. Ого. Вау, вау. Давай, посмотри, Коляш. Сейчас убираем. Опа. Вот, смотрите, вот это ребра. Простая идея, но прямо прикольная. Вот это хребет. Вот это точно хребет. Молодец. Ребята. Мы его уже собляли. Собляли? Он будет болтаться. Дай, посмотри. Ого, гляньте, какой болтун. Скелет. Только вот это вот круто, но... Ну, крутится и крутится. Ну, Настя, ну это же скелет ископаемый. А чего у него ноги в другую сторону торчат? Нет, это так, вот, посмотри. Это так должно быть. Да? Вот, смотри. Это же кости они. Ага, ископаемые кости, да? Вам понравилось? Да. Да. Колечка, а теперь мне понравится с тобой пойти в спальню. Уже очень поздно. Она будет не болтаться. Дим, пожалуйста, повлияй. Дима. Спать. Тебе пора спать. Хорошо? Идем, быстренько. Со мной или с мамой? Скелетом у вас. Нет, 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 нельзя. Потому что он распадется. Колечка, ты с кем идешь спать? Скажи. А он будет охранять. Николай. 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 Потрогай пальцы. Какие они острые. Что с ними спать очень неудобно. Он будет просто охранять. С кем ты пойдешь, Коли? Я не могу. Он будет охранять тебя. Он уже совсем. Давай я возьму его. Смотри, Коля. Привет. Я Трицаратопс. Я не могу с тобой спать. Тут решила кое-что у мужа спросить. Если вы смотрели зеленую обложку, то вы поймете, о чем я. Я тут рассказывала о наших родах. Я рассказывала, мы рассказывали. И прилетел вопрос. А как же, а как же вообще отношения? Муж же меня увидит такой. Что же дальше? Я очень обескуражилась от этого вопроса. Но, во-первых, я не стоял там вместе с доктором. И не принимал роды. Это не мое занятие. А во-вторых, ничего страшного в этом нет. Ну, вот это же я тоже подумала. Как это? Мы сейчас смотрим сериал. Как она называется? Великолепная миссис Майзел. Удивительная миссис Майзел. Про женщину-стендапера. Очень прикольный сериал. Мы так вечерком себе включаем по пару серий. Вот она всегда была очень красивой для своего мужа. Когда он засыпал, она быстро бежала в ванную, накручивалась на бегуди, наносила слой крема, отклеивала ресницы, доводила себе будильник до того, как солнце стало. То есть, либо солнце ее будило первым своим лучом в глаз. И она быстро бежала в ванную, раскручивала кудри, снимала крем, клеила ресницы, одевалась в красивый пеньяр, ложилась. И он такой просыпался. Он такой, ой, дорогой, я только проснулась. Ну да. Боже, ну это все, в жизни все как-то проще. Если вы боитесь, что муж вас бросит, после того, когда он увидел вас орущий, кричащий, расстроенный, или еще какой-то, больной, ну всякие же бывают ситуации в жизни, то нафига вам такой муж вообще? Мы же бываем разными в жизни. Но вообще, конечно, кстати, напишите в комментариях, как вам такой формат видео о родах. У нас просто не было видеоматериала, где-то уже сделать из этого прям влог. Мы же не были это так блогерами. Но мы постарались озвучить все, что мы сохранили в фотоархиве. Как вам такое? Пойду, почитаю в комментарии, так как вы же уже досмотрели до этого места, и вы что-то же ответите. И спасибо вам за то, что досмотрели. До встречи в новых влогах. У нас грядут изменения, самые разные события. Димка скоро уедет на пару дней, я буду одна с детьми. Ладно, все будет хорошо, все увидите во влогах. А я пойду вспомню роду и поплачу. Боже, какие-то дурные. Все, ребятки, до встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова